Вебинар 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 И вот первая часть, которая у нас прошла, это как отчет компании. Это вышло после телемост, который проводился. Так. Да, вот Алексей сейчас. Алексей, единственное, что вопрос это для тех, кто зашел первый раз. То есть у меня просьба проголосовать, чтобы не ветераны, чтобы наши, как говорится, в бой, которые идут одни старики, а чтобы люди, которые зашли, чтобы мы сейчас видели, кто зашел на вебинар сейчас первый раз, чтобы для статистики это видеть. Потому что сложно, во-первых, каждый раз делать презентацию, и мы в 19 часов вели как раз для того, чтобы туда приводить новичков. И здесь, друзья, как раз у меня уже обращение к активным нашим приверженцам программы, потому что понимаете, что мы растем, и нам надо постоянно сегодня привлекать новый круг людей, потому что только усиливая свои ряды, только когда нас будет миллион человек, потом пять, потом десять, мы, соответственно, можем развивать проект. И наша задача, чтобы у нас каждую неделю для новичков, соответственно, увеличивалось количество людей. И мы, друзья, нет, потому что нам это нравится, и мы с Алексеем, как попугаи, два раза в день, соответственно, рассказываем одно и то же. Наша задача – это отработать модель, отработать механизм, чтобы вы видели, как доводить информацию, вы видели, как делать презентацию за 29 секунд, вы сами участвовали в процессе, как наиболее интересно доводить информацию, чтобы человека это цепляло. Дальше, как мы уже говорили, я сейчас готовлю целую серию такую, у нас будет появляться очень много-много интересных людей, узнаваемых людей. Это будут серьезные спортсмены, это будут серьезные артисты, узнаваемые люди, это будут серьезные политики. Вот, соответственно, я их всех буду приводить уже сюда, и они сами будут говорить свое впечатление. И вот у нас уже ряд таких, не буду сейчас вам раскрывать секреты, кто будет для вас, это каждый раз будет определенной неожиданностью, неожиданностью, это каждый раз будет определенным интересом, потому что эти люди будут действительно входить, и уже очень, ну как очень многие, скажем так, с десяток очень интересных людей, всемирно известных людей, уже которые подключились к программе, которые готовы сегодня заявлять о том, что они с Транснетом, они со Скайвеем, они поддерживают струнные технологии Юницкого, и они готовы инвестировать и призывать людей, чтобы участвовали в этом проекте. Это тоже, друзья, мы будем каждый раз таким делать, и, соответственно, вы тоже это можете использовать в своей работе, показывать, что с нами вот такие люди, с нами, соответственно, вот этот говорит о Скайвее то-то, этот говорит то-то, но, друзья, сейчас я сразу вам могу открыть определенный секрет, как я общаюсь с многими людьми, и я их сегодня привожу в наши сторонники, и они соглашаются входить в проект. Значит, первое, это, естественно, разговор о гектаре земли, о той программе, которую инициирует президент Путин, и то, что сегодня активно продвигается и делается, как инвестиционное развитие дальневосточного региона. То есть мы с вами уже, так как мы идем через призму Транснета и Скайвея смотрим на все, что сегодня происходит, то задача, конечно, преподнести и подать информацию так, как это нам надо и как мы это видим. И сегодня этот проект, который запущен, инициирован президентом Путиным, именно с тем, чтобы остановить экспансию сегодня, которая несанкционированно идет освоение территории Сибири и Дальнего Востока, чтобы это была активная экономическая позиция, и чтобы люди, которые берут эту землю, понимали, зачем они это делают. Но, друзья, здесь сразу будем говорить с нашей точки зрения пессимизма. Я пока не видел ни одного человека, я сейчас общаюсь в переписке с людьми, которые с Комсомольска на Амуре, с Благовещенска, и они мне задают вопрос, друзья, то есть вот мне лично задают вопрос, а вы были когда-нибудь в Благовещенске? Да, я говорю, я был там, наверное, раз восемь по мере своей работы чиновником, и я очень много путешествовал, ну, очень много был в командировках, и я не раз и не два был и в Комсомольске на Амуре, и на Сахалине, и в Петропавловске, Камчатском, и в Благовещенске, и в Хабаровске, в Владивостоке. Вот, поэтому я могу сказать. И мне задают вопрос, а зачем вам нужна земля в 20 километрах от Благовещенска? Вы ее когда-нибудь видели? Там тайга, сопки, там кроме медведей, никуда будут нелегально. И китайцы, да, они хотят купить эту землю для того, чтобы туда переехать всеми своими несколькими сотнями миллионов людей. А зачем нам сегодня, людям, которые живут в Благовещенске, нужна эта земля в 20 километрах от Благовещенска? Да еще в объеме там 10 гектар на семью, если там всех родственников собрать. Вот, поэтому этот вопрос, который сегодня люди задают, он очень правильный. И я его сразу переадресовываю в администрацию, в Министерство по Дальнему Востоку. Я им задаю вопрос, ребята, а вы на кого рассчитываете? Кто у вас сегодня эту землю возьмет, которую вы так пафосно сегодня раздаете? И вы видите, что и Трутнев, мы показывали это на прошлом вебинаре, в интервью Сергею Брилеву. И сам Путин говорит, что вот мы это используем как ресурс, мы учли опыт, который раздавал и Юрий Долгорукий в свое время, когда строил Москву, и премьер-министр Столыпин, который инициировал переезд 5,5 миллиона семей в Сибири, субсидировал это через потребительскую кооперацию, через Кооперационный Банк России. Вот, соответственно, зачем это надо или какой ресурс в этом может быть? И здесь, друзья, я задаю встречный вопрос. Да, сегодня вам дают землю в 10, 20, 50 километрах от Благовещенска. Это красивейшие нетронутые места. Там есть очень много озер, очень много рек таких действительно очень красивых. Соответственно, это нетронутая природа. И сегодня, говорю, вот вам там предложат взять землю или попросить у государства, чтобы вам зарегистрировали эту землю. Но туда нет ни дорог, ни электричества, нет никакой инфраструктуры, там вообще нет ничего. И закон вам говорит, вот в течение 5 лет вы должны начать ее осваивать, а через 10 лет вы должны эту землю пустить в экономический оборот. Если вы этого не делаете, значит, соответственно, да, я отвечу на все вопросы по земле и когда подавать заявку и так далее. Это, друзья, все по ходу будет. Так вот, весь вопрос, зачем нам сегодня заявляться и зачем нам сегодня получать эту землю, на которой нет инфраструктуры. Теперь я задаю встречный вопрос. Друзья, а если вы берете эту землю, там 5-10 гектар на семью или просто в отдельности, в определенном месте, который мы вам рекомендуем. И мы говорим, что через год, через полтора туда придет легкая транспортная система, которая приведет туда электричество, когда может туда за полчаса, за 40 минут доехать. Соответственно, есть абсолютно круглосуточное, круглогодичное движение. И вы до своего участка можете добраться вот на таком легком транспорте из любой точки очень быстро и очень дешево. Вот в такой постановке вопроса вас уже больше будет интересовать, что у вас будет земля, куда проложена инфраструктура, энергетическая, то есть есть электричество и свет, транспортная вы в любой момент можете добраться, и информационная, то есть там есть интернет. Это уже становится более интересно. Ну, то есть уже можно подумать. Поэтому, друзья, предлагаю рассмотреть этот вопрос. А если дальше мы вам говорим с точки зрения уже образования, а если мы вам покажем программу, которая будет показывать бизнес-план и распределение, когда в радиусе 20-30 километров или недалеко пройдет транспортная инфраструктура, которая свяжет континенты, и где будет ездить огромное количество людей и грузов, и та земля, которая будет находиться вблизи этой трассы, она будет крайне востребована. Это будет самая дорогая земля на Евразийском континенте. И сегодня эту трассу мы проектируем, мы это делаем. Сегодня создано потребительское общество Евразия, целью которой строительство линейного города. И сегодня под Минском, в Марьиной Горке уже строятся первые демонстрационные образцы этой технологии. Вам было бы интереснее рассмотреть такой момент? Это уже другой подход. И третий вопрос, друзья, говорим, а если вы сейчас узнаете, что в вашем городе уже запускается адресный проект, и уже в 2016 году будут строиться первые трассы технологии Skyway, которые покажут, первое, что это абсолютно реально и выполнимо, и второе, что технология, которая позволит осваивать территорию, она сегодня уже внедряется, и третье, что земля, которая вам предлагается, будет самой дорогой землей на Евразийском пространстве. Вот здесь уже, друзья, я еще не видел ни одного человека, который бы сказал нет. Он говорит, а что для этого надо? Я говорю, для этого надо вам зайти, зарегистрироваться в нашем потребительском обществе, мы вам расскажем, покажем, что за программа, мы вам дадим координаты, и вы, соответственно, по этим координатам дадите заявку в правительство, и за вами будет зарегистрирована эта земля. Второе, за то, что вы зашли и зарегистрировались, вы получаете от компании Юницкого, лично, как его интеллектуальную собственность, пакет акций, который при реализации этого проекта будет стоить не одну сотню тысяч долларов. Поэтому вам в подарок еще дается вот такой пакет. И третье, вам предлагается узнать об адресном проекте, который реализуется уже в вашем городе, и для себя принять решение, надо вам, это не надо. Итак, космодром Восточный, зачем нам рядом космодром? Ну, во-первых, друзья, вы представляете, где Сибирь, где космодром Восточный, и какие там территории? В Сибири и на Дальнем Востоке два лаптя по карте – это не расстояние. Два лаптя – это в тысячи километров. Поэтому, если вы считаете, что мы будем проводить свою трассу рядом с космодромом, нет, друзья, мы будем проводить как минимум в тысячи километров от космодрома. И поверьте, что в Сибири и на Дальнем Востоке столько земли, что можно выбрать маршрут, которые будут не пересекаться с полетом наших ракет. Поэтому, друзья, что у нас в России и на евразийском пространстве много, так это земли. Понимаете? Поэтому выберем землю, выберем трассу, которая будет находиться в экологически чистом, в комфортном месте. И, естественно, некоторое будет идти по вечной мерзлоте и по местам, где зимой минус 73. Поэтому это, друзья, будет совсем по-другому. Но вопрос стоит абсолютно правильный. Там, где будет трассировка, там, где будет определяция прохождения трассы и линейного города, естественно, там и будет самая дорогая земля. И поэтому участвовать в программе, которая запускает этот механизм и которая будет определять, где будет проходить этот город, вот это, я вам могу сказать, абсолютно... Так, Благовещенск рядом с космодромом. Ну, рядом, значит, будем проходить в 500 километрах от этого космодрома. Значит, жителям Благовещенска будем предлагать землю взять не рядом, в 20 километрах от города, для того, чтобы быть ближе к Благовещенску, а для того, чтобы брать землю ближе к той трассе, которая будет проходить, и, соответственно, те трассы, которые будут строиться. Поэтому, друзья, я могу сказать сейчас о том, что вы сейчас увидите очень много интересных людей, которые будут приходить именно под получение земли, под получение своей доли в интеллектуальной собственности и участие в адресных проектах. Соответственно, друзья, это очень серьезная аргументация, и мы серьезно рассчитываем, что где-то к маю следующего года мы реально выйдем на миллион, первый миллион человек, которые будут зарегистрированы в нашем проекте, которые будут его активно поддерживать. Естественно, дальше мы будем проводить разъяснительную работу, дальше мы будем вести вебинары, мы будем проводить в каждом крупном городе конференции, для того, чтобы люди понимали, куда они пришли, для того, чтобы они понимали, куда их призывают, и для того, чтобы слова «строй Skyway, спасай Россию» – это были не пустые лозунги, не пустые такие слова, которые бросают на ветер, чтобы было понятно, что это абсолютно осознанное, абсолютно грамотное построенное утверждение, за которым стоит первая технология, за которым стоит большое количество людей, и за которым стоит большая проделанная работа, которая позволяет сегодня утверждать, что это единственный путь. А вот теперь, друзья, я задаю следующий вопрос. Мы с вами не раз уже обсуждали на вебинарах текущую экономическую ситуацию, мы с вами обсуждали то, что будет и то, что нас ожидает в ближайшее время. Вы помните, как ровно год назад возьмите наши вебинары, включите, я специально их сейчас не ставлю, потому что это будет не совсем, наверное, корректно. Когда мы с вами обсуждали октябрь, декабрь перед Новым годом, когда я говорил, какая будет цена на нефть, что нас будет ожидать, о том, как будет ситуация развиваться, сейчас, к сожалению, друзья, я вынужден констатировать, что очень многое из того, что мы делали, говорили и предполагали, она сегодня свершается. И после нашего с вами вебинара в прошлый раз, кто у нас уже ходит постоянно, помните, что перед, во вторник был принят бюджет Российской Федерации с двухтриллионным бюджетом, дефицитом, извините, это по Фрейду, хотелось бы, чтобы был префицит, но дефицит и самое интересное, что правительство сказало, и президент его подписал, с тем, что мы закладываем среднюю цену на нефть 50 долларов за баррель. Буквально пока он это говорил, подписывал, цена уже подошла в прямую к 35, на следующий день министр финансов уже сказал, что, ребята, а давайте все-таки пересчитаем бюджет хотя бы из цены в 30 долларов за баррель, потому что нам не хватит тех денег, которых мы заложили, и дефицит, и их характеристики будут намного хуже и скромнее, и нам надо понимать, какие расходы мы будем сокращать при цене не в 50, а в 30. Интересная, как бы, такая ситуация, что, а куда они думали, когда принимали этот бюджет? Я сегодня уже приводил, примерно, в дневном вебинаре, что в июне 2008 года это был последний экономический форум, на котором я принимал участие лично, на котором я делал доклад, я показывал перспективы развития России, показывал перспективы развития Транснета, и, ну, интересно, кому-то было интересно, у меня завязалось большое количество знакомых, таких очень серьезных, с кем мы поддерживаем до сих пор. Ну, были две рядом секции, соседняя секция, энергетическая, и там один известный деятель, глава Газпрома, Миллер, делал доклад, и он абсолютно чет, я так понимаю, абсолютно трезвый, в здравом уме, но, во всяком случае, со стороны так казалось, говорил, что по оценке их аналитиков к концу 2008 года, цена на нефть будет 280 долларов, и что они будут ощущать очень серьезный переизбыток инвестиций, и Газпром будет развивать добычу, там много еще чуть-чуть, как бы говорил, я сидел и не слушал, не верил своим ушам. Я думал, либо он идиот, либо я идиот, потому что по всем прогнозам мы подходим к большему экономическому кризису, мы подходим к падению мировой цены на нефть, а этот деятель несет 280 долларов на баррель. И я, честно говоря, я себя полно ощущал тогда идиотом, потому что, ну, не мог в это поверить, а у них же аналитики, это же крупнейшая компания, они же тратят огромные деньги на исследования, и когда глава компании несет, что к концу года 280, мне просто интересно было бы посмотреть этих аналитиков. Ну, друзья, все расставляет время на свои места, всегда мы говорим, ребята, подождем, это не переживайте, время все покажет. Это то, что мы сегодня отвечаем скептикам, отвечаем, так сказать, ребята, не верите, да сидите, ждите. Кто вас дергает за хвост или кто вас говорит, посидите, подождите, время все расставит на свои места. Так вот, друзья, вспомните август 2008 года, а потом декабрь 2008 года. Кто нет, сейчас же очень быстро, как Армен говорил, вошли в Википедию, набрали справочник, посмотрели цены. Дефолт, потом цена на нефть 30 долларов, я до сих пор не мог понять, из какой аналитики они делали предположение, что цена на нефть будет 280 долларов. Ну, и понятно, что «Газпром» инвестировал 15 миллиардов долларов в Южный поток, потом в Турецкий поток, потом еще в какой-то поток, потом в потоге всех потоков. Сегодня, фактически, являясь банкротом, за газ ему никто не платит, доля рынка резко снижается, и сегодня они начали в одну песню, что о виноватой оказывается кто-то. Кто-то виноват в их идиотской политике, которую они проводили с точки зрения агрессивной работы с покупателем, кто-то виноват, что они вкопали деньги в трубы, которые сегодня никому не нужны. Опять кто-то виноват. У этих ребят, знаете, хорошая поговорка есть про танцора. Я специально, друзья, делаю очень много поговорок, я вам объясню сейчас зачем. Так вот, есть хорошая поговорка про танцора. Знаете, что одному танцору всегда что-то мешает. Так вот, складывается впечатление, что этим ребятам что-то постоянно мешает. А вот теперь следующий вопрос. Этот экономический форум этого года, друзья, 2015 года, идет экономический форум, выступает глава нефтяной компании «Роснефть», крупнейшей компанией, наверное, в России и в мире, Игорь Иванович Сечин, и начинает говорить, по нашим прогнозам, по нашим аналитикам, цена на нефть до дна пройдена, 60 долларов – это самая низкая цена, и дальше мы будем ощущать только рост. Друзья, я опять слушаю, я опять не могу поверить. Какой рост, весь тренд сегодня показывает о том, что цена на нефть в ближайшие 3-5 лет будет только падать. Это мировой тренд. И для этого надо показать очень много факторов. Не потому, что они хотят. И мне кажется, что они дошли до такой степени, что если мы будем повторять, нефть вырастет, нет, вырастет, как сахар, сахар во рту станет сладко. А у них, соответственно, неожиданно цена на нефть вырастет. Это так же, как Медведев, этот великий инноватор, постоянно говорит, что инновации – инновации, и, соответственно, вдруг должно что-то с точки зрения инновации родиться. Поэтому это тоже абсолютно непонятно. Так вот, когда принимали бюджет из цены в 50, мне тоже интересно, ребята, о чем вы думаете? Ну, я понимаю, что мы все оптимисты, мы надеемся на лучшее. Так вот, друзья, насчет этого Владимир Владимирович Пучин поставил всем очень жирную точку и сказал, ребята, оптимисты, забудьте, что это такое. И рассказал в начале пресс-конференции, кто ее смотрел, я думаю, что вы понимаете, о чем речь, кто нет, то читал, а если нет, я вам расскажу, с чего начал пресс-конференцию Владимир Владимирович Путин. Он рассказал очень хороший анекдот. Я этот анекдот очень люблю, я его очень много часто рассказываю, и на наших вебинарах рассказывал. Повторяю, даже сегодня хотел одеть полосатую рубашку, у меня есть такая полосатая рубашка, так же, как Ксения Собчак на пресс-конференции была в полосатом костюме, и когда Путин рассказал анекдот, встала и повернулась к залу о том, что она в полосатом костюме. Так вот анекдот звучит примерно так, что встречаются два товарища, и один другого спрашивает, как у тебя дела? Он говорит, друзья, ну, друг говорит, слушай, тут что-то очень плохо, у меня сегодня черная полоса, по кредитам плохо, бизнес страдает, в семье отношения идут не очень плохо, не очень хорошо, поэтому что-то вот у меня, так сказать, это черная полоса, надеюсь, что дальше будет лучше. Он говорит, ну, ты держись, ты думай, он говорит, да, буду делать то, 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 там, так сказать, встречаются через год, он говорит, ну, как у тебя белоса, как дела? Он говорит, да ты знаешь, вот погорячился я, вот в прошлом году была такая белая полоса, понимаете, так сказать. Вот с этого анекдота начал Владимир Владимирович ответ на вопрос, как вы характеризуете сегодняшнюю экономическую ситуацию. Так вот, друзья, я могу сказать, что сегодняшнюю экономическую ситуацию можно будет характеризовать, что на следующую пресс-конференцию надо прийти вообще в черной рубашке, потому что 16-й год, который подходит, он нам сулит о том, что мы входим во все негативные фазы, которые сегодня есть, и мы сегодня будем пожинать все негативные сценарии, которые только накапливались за 10 лет. Это и цена на нефть, которую мы увидим в 20 долларов, это и вывод основных фондов, которые сегодня будут стареть, и пенсионная система, которая будет не справляться, и внешняя активность наших врагов, которые сегодня, естественно, пытаются все больше активизироваться и давить на Россию. Поэтому это все, друзья, будет, и мы это все сейчас, в ближайшее время увидим. Так вот, еще после одного из вебинаров тоже приведу такой пример. Меня спрашивают, почему я так не люблю премьер-министра Медведева, и почему очень жесткой форме так говорю. Потому что, друзья, я лично с ним знаком, я презентовал ему две технологии, и после этого эти две технологии загнулись. Одна из них – это быстро возводимые дома, на которые потратил много времени в своей жизни и очень серьезные инвестиции. А вторая – это технология Юницкого, Анатолий Ларчи, когда губернатор Ульяновская с помощью той команды, которая на тот момент была, с помощью менеджеров, презентовали президенту на тот момент Медведеву технологию, он якобы на словах поддержал, а через неделю то, что было создано, просто уничтожили. Поэтому, знаете, как в хорошей такой пословице, президент Путин же задал очень хороший тренд о том, что надо говорить теперь пословицами, поговорками, анекдотами. Так вот, как говорят народная мудрость, таких друзей и врагов в жизни не надо. Но потом, как вы помните, когда был принят и правительство запустило закон о земле, на Дальнем Востоке, я могу сказать, что я готов на правительство смотреть по-другому. А тут мне задали очень такой каверзный вопрос. А вот может, особенно с учетом, сейчас идет одна очень большая такая экономическая тусовка, и мне попросили выступить на этой тусовке и сделать свой прогноз, о том, как будет развиваться дальше наша экономика России на ближайшие 3-5-10 лет. Но это все под единой Россией, которую сейчас активно продвигает и делает премьер Медведев. И мне говорят, что мы понимаем твою нелюбовь, что должно произойти, чтобы ты к нему изменил отношения. Я говорю, друзья, вот когда Медведев встретится с Юницким, пожмет ему руки и в камеру скажет «Строй Skyway, спасай Россию», вот тогда я могу сказать, что это идеальный премьер для нашей страны. Пока он этого не скажет и не сделает, я буду относиться к нему. Позвольте, извините, это моя личная точка зрения, так как я к нему отношусь. Поэтому, если чудо в этом мире произойдет, то, наверное, мы это увидим. И я, друзья, обещаю вам, что я в камеру, под запись, всем скажу, что я был очень неправ, и я, соответственно, к премьер-министру России Дмитрию Анатольевичу Медведеву относился неправильно. Вот. А если этого не произойдет, значит, друзья, могу сказать, что был никем и, соответственно, стал никем. Вот, друзья. Это то, что касается экономики, потому что я не могу это пройти мимо. И сегодня, друзья, особенно в преддверии 2016 года, у нас будет еще на следующий динар, где вообще мы, так сказать, сделаем анализ и прогнозы. Но сейчас я могу сказать, что 2016 год ожидает очень сложные времена все евразийское пространство и Белоруссию, и Украину, и Молдавию, и наша страна будет в очень сложной ситуации. И мы увидим очень много негативных процессов. И здесь, друзья, если бы мы с вами не занимались проектом Skyway, если бы мы с вами каждый день, каждый час, каждую минуту, еженедельно, ежемесячно за последнее время не создавали то, что мы создаем, то я могу сказать, что, наверное, был бы полный пессимизм. Но на сегодняшний момент я могу сказать, друзья, мы с вами фактически создаем то, что наш ковчег будет выводить. Мы смотрим сегодня и создаем то, что станет спасательным кругом не только для экономики России, но и вообще для всего евразийского пространства. И что самое главное, друзья, вот тот ролик, который шел в начале вебинара, я специально его не останавливал, чтобы это, друзья, это как отчет. Год назад начали в сложнейших условиях, в условиях, когда нет никакой поддержки ни от власти, ни от крупного бизнеса, когда мы с вами, обращаясь к краудинвестингу, когда каждый из нас небольшими вложениями, небольшими инвестициями может поддержать этот проект. Мы с вами сделали сегодня практически невозможное. Мы запустили этот проект. И сегодня, вот после вебинара, я буквально на следующий день, в четверг улетел в Самару, и встречался проводить очень интересную информацию, ну, очень интересную встречу с нашим активом. Буквально за несколько дней собрали конференцию, там под 100 человек. И перед этим встреча с мэром, с вице-мэром по финансам. То есть, они поддержали договоры о том, что я в феврале буду с ними подписывать документы на первое строительство, а летом, не позднее августа месяца, мы начнем уже непосредственно строительство в Самаре первой трассы, Скайвэя, который там свяжет определенные участки, это будет активное развитие. И к этому времени у нас будет как минимум 200 тысяч человек в Самаре, которые будут поддерживать этот проект. И я могу сказать, мэр на это отреагировал очень положительно, он очень интересно, так сказать, и воспринял саму идею и Скайвэя, и то, что краудинвестинг работает, поэтому я могу сказать, что, друзья, побольше бы таких чиновников, побольше бы таких мэров, и я могу сказать, движение было бы совсем другое. Вот. И буквально в ближайшее время, может, на следующей неделе, может, первую неделю после Нового года мы готовим сейчас презентацию уже для губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко, а потом где-то в 20-х числах января будет презентация, и я абсолютно уверен, потому что вся работа уже проведена, мы будем делать презентацию мэру Москвы Собянину и, соответственно, запускать первые два проекта адресных в Москве, это на Воробьевых горах в технопарке МГУ, там 40 гектар и по периметру будем ставить трассу Скайвэя, и в парке Коломенском, как раз это, где была первая демонстрационная трасса, которую посмотрел Александр Иванович Лебедь и принял решение о финансировании проекта Скайвэй в 2000 году, поэтому это тоже такая знаменательная и участок сам по себе Коломенский в Москве и исторический, это очень правильно. Ну вот, друзья, я вводную часть, то, что сегодня необходимо было, чтобы вы понимали, и мы хотели бы, чтобы вы в этом плане четко имели свое представление, вот я довел, я сейчас слово передаю Армонду, это наш, скажем так, директор уже компании Global Transnet UK в Лондоне, в пакете, в венчурном пакете, который уже более 15 миллиардов долларов. Армонда также является директором Global Sky Park, это облегченная система как точка входа, которую мы сегодня презентуем, и вот как раз в Самаре и в Санкт-Петербурге принимается именно облегченная система, и вы видите ее сейчас вот на слайде, на верхнем левом углу, это двухместный юнибайк, то есть это система, которая перемещается очень дешево и просто строится, которая вносит в себе не транспортные функции, а именно спортивно-экскурсионные подвижной состав, целью и задачей которых это перемещение по ландшафтам, по паркам, по спортивным центрам, для того, чтобы можно было крутить педали, заниматься спортом и при этом смотреть. Вот, друзья, и соответственно, позиция Армонда очень интересная, потому что этот человек, который с пяти лет, Армонд, если я не ошибаюсь, ты меня поправишь, занимается бизнесом, то есть, другими словами, зарабатывает деньги, потому что не было возможности у его семьи содержать, и он с младшим братом зарабатывал деньги, и люди, которые с самого раннего возраста знают, как зарабатывать деньги и что стоит каждый доллар, каждая копейка, это тот человек, который уехал из Риги в Лондон, добился определенных успехов в бизнесе, и сегодня я очень рад, что он в нашем проекте, и я бы хотел сказать наоборот по-другому, что именно благодаря тому, что такие люди приходят в проект, такие как Армонд, как Алексей Суходоев, Ольга Шантина, Дмитрий Счастливый, я могу перечислять очень много людей, кто сегодня в команде, кто работает активно, Виктор Бабурин, который вместе со мной пришел в проект, ну правда не 15 лет назад, а всего каких-то 5 лет назад, но тем не менее, я могу сказать, что когда собирается такая команда, это то, что залог успеха, действительно есть именно такие талантливые люди, и должны, и будут продвигать Skyway дальше. Арманд, тебе слово. А я, естественно, в конце включусь еще на несколько минут, чтобы, как всегда, подготовить базу для следующего примера. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Ребята, дайте обратную связь, как меня слышно и видно, надо там что-нибудь подкорректировать. Супер. Рад вас всех видеть. На самом деле, это большая честь для меня выступать с таким макроэкономическим спикером, как Сергей Сибиряков. Я бы хотел начать свое выступление именно с небольшой, опять же, истории, то есть все вы, наверное, знаете, что я сейчас нахожусь в России. Почему я вообще в Россию приехал? Так как уже сказали, да, что я родился в Латвии, жил в Англии, да, и в России, ну, как бы, все, что я знаю о России, это на самом деле из КВНа, комедиклаба, да, и так далее. какие-то там фильмы русские, то есть вот это мое представление о России. Сегодня я реально вижу, что такое Россия. И две вещи, которые меня очень сильно умиляют. Первое, это то, что на самом деле холода у вас тут, ого-го, то, что, скажем так, я приобрел теплую одежку у себя в Британии, самую теплую, я пришел, сказал, мне нужно самое теплое, потому что я еду в Сибирь. Мне продали самую теплую куртку, там, башмаки, да, и так далее. Соответственно, здесь это, когда меня встретили, мне попросили, приехал ли я здесь кого-то смешить. Ну, я сразу не понял. Но когда дарило в Сибири минус 25 градусов, я все понял. Ну, пришлось пойти в магазин и купить то, что носят здесь сибиряки. Вот. Второй момент очень интересный, соответственно, так как сейчас много езжу, очень интересно следующий момент. У вас в России предлагают в Сбербанке, да, кстати, ребята, у меня есть карта Сбербанка, то есть я уже почти одной ногой с вами. Вот. Но что интересно было, когда мне предложили инвестировать деньги под 1,5%, под 1,5% в год. Ну, знаете, я им сказал, что у меня есть у меня есть как-то поинтереснее, куда вкладывать. Вот. Ну, это что, наверное, вам здесь действительно никогда грустно не бывает, да, в России есть свои, скажем так, интересные моменты, и жить здесь действительно очень и очень интересно. Немножко для тех людей, кто не знает, немножко о себе, вот, соответственно, я пришел в проект уже полтора года назад, как я уже говорил многим, то, что я был полнейшим скептиком, не верил вообще ни во что, из-за своей невежды и неверы, неверия, да, то, что может в моей жизни что-то кардинально измениться, я в 2011 году отказался от вложения, то есть обмена денег на биткоины, в 2014 году я осознал, что я потерял миллион сто тысяч долларов, в принципе, ну, я себя косвенно считаю миллионером, да, потому что тогда я не поверил, а сегодня, ну, то есть в Skyway тут уже нету вопроса верю-не верю, я четко знаю, что мы это сделаем, и очень хотел бы отметить, ребята, мы это только тот ледокол, который проходит через всех чиновников, сегодня мы доносим эту информацию до каких-то, скажем так, людей, которые могут повлиять на это, но без вас мы бы никогда это не могли сделать, какие проценты депозита, ну, там примерно от 3 до 5 процентов, можно и под 6 процентов вложить, вот, и соответственно, почему я говорю, то, что я четко знаю, я уверен, то, что мы это реализуем, если раньше я изучал информацию о Анатолии Эдуардовичу Юницким, я очень, ну, скажем так, был впечатлен, да, что Сергей Анатольевич 15 лет ходит и отбивает пороги чиновников, тех людей, которые действительно могли этот проект вывести на другой уровень, соответственно, сделать уже это давно, и когда 15 лет человек идет и верит, и что только я не находил в интернете, ребята, я находил и хорошую информацию, и плохую, то есть, что такое плохая информация, да, какие-то суды, какие-то непонятные разборки, разбирательство, там, уничтожение полигона, соответственно, все это делалось для того, чтобы показать, что это очередная пирамида, да, или как в этом МММ, я, скажем так, не участвовал, да, в МММ, вот, но, понимаете, все равно люди, люди проходят, и люди идут дальше, и они, несмотря на все то, что у них за плечами, они все равно несут эту благую весть, и действительно это благая весть, так как моя задача и вообще задача каждого из нас, вы меня, ну, я уверен, что поддержите, да, каждый человек достоин хотя бы услышать о том, что такое возможно, согласитесь, да, так как все, что мы должны, мы должны оповестить, рассказали человеку, рассказали соседу, вот буквально сегодня мы переезжаем, да, и через пять-шесть часов я вылетаю в Петербург, понимаете, мы сегодня просто пошли, соседки отдали всю еду, которая у нас оставалась, да, и сказали это, ну, и, соответственно, разговорились, ну, и что вы думаете, визиточка у нее есть, у нас есть ее контакты, да, и, соответственно, мы получаем опять же человека, который благодарен за то, что мы открыли рот, не бойтесь говорить о Skyway, почему? Первое, я пришел, как уже говорил, скептиком, второй момент, изучил все, самое главное, да, на чем я ставлю акцент, ребята, изучите, перед тем, как сказать, да, нет, или может быть, изучите, всю информацию сегодня можно найти в этом самом, в интернете, и, соответственно, так получилось, да, что Андрей Федорович Ковратов предложил мне возглавить именно европейское, как бы, европейское движение, с чем я очень, скажем так, изначально не хотел это, принимать, так как у меня не было опыта, я думал, ой, я же не опытный, у меня там не закончены университеты, да, и так далее, но он сказал одну золотую фразу, иди и делай, все, вот это, это иди и делай, просто, ну, ты идешь и делаешь, все, есть один, как бы, один вариант, да, если ты не будешь это делать и применять в практике, ну, соответственно, ты ничего не добьешься. И таким образом, так получилось, что первую компанию я открывал, там, узнавал каких-то, людей, с которыми вместе двигать, и большая часть этих людей сегодня, увы, ну, как-то отстранились, да, от Skyway, то есть, они там пошли работать дальше, то есть, не всем это дано, да, но я продолжал делать, и уже сегодня, как уже Сергей, говорил, да, не только одна компания Global Transnet, но еще есть компания Global Skypark, которая именно вот эти вот первые два модуля, которые вы видите, то есть, это облегченная инфраструктура, спортивного, туристического кластера, который сегодня уже получил одобрение от ирландского министра транспорта. Соответственно, два раза я уже был у него на приеме, и 8 января я лечу опять, так как получили приглашение, соответственно, что хочу отметить, да, я хочу отметить и поблагодарить тех людей, которые не молчат, а говорят. И есть такой уникальный, ну, я бы сказал, человек, да, которого я встретил, то есть, изначально это был просто очередным инвестором, да, как бы приверженцем Скайвея, но сегодня это хороший мой друг Наталья из Ирландии, которая массажистка, она всех массажирует за 45 минут или час до массажа, она им рассказывает о Скайвеи. И верите или нет, ну, каждый второй подписывается, а это ирландцы. И вот таким образом получилось, что она там массировала одного человека, который сегодня уже является нашим инвестором, да, то есть, плюс у него своя строительная компания, и вот 8-го числа я, Том и Наталья, то есть, мы приглашены на очередную встречу министра туризма, то есть, офисер, это, как бы, самый главный по туристическому направлению. И какая наша задача там? Наша задача получить от государства полную поддержку, чтобы мы могли выступать на радио, чтобы мы могли писать статьи в газетах, да, локально. И вот эти вот, эти моменты, ну, так получилось, да, что мне дали изначально, вот, Андрей Федорович Фагатов дал мне вот это направление и сказал, иди делай, ну, в больших рамках, да, а потом уже, когда ты это делаешь каждый день, ты уже начинаешь понимать, а тут надо так, тут надо так, тут надо еще как. И, соответственно, сегодня это первый, да, уже такой серьезный предпосыл, что в Ирландии будет проект. А так как еще есть Краудкьюб, есть такие вечерные площадки, да, как Краудинвестинговые, то есть точно так же, как Skyway Invest Group, есть в Англии так называемый Краудкьюб площадка, на которой я буквально на следующие вебинары распечатаю свои сертификаты, то есть я уже инвестировал там в другие проекты, и я вам просто покажу, как выглядят акции, чтобы вы имели возможность сравнить то, что дает нам Юницкий, и то, что сегодня мы получаем там Skyway Invest Group, да, либо в каких-то других проектах. И эти акции, ребят, они они единственные. Все и меняется только сама, как бы, упаковочка, да, но в принципе там есть один большой, я скажу так, одно большое отличие. В этих акциях номинал один фунт за акцию, либо один доллар, да, за акцию. И, соответственно, при инвестиции, допустим, сто фунтов, которых я инвестировал, я получил сто одну акцию. Понимаете? А у нас венчурный дисконт. Это самое вообще крутое, да, что Юницкий нам сегодня дает. Венчурный дисконт, он нам дает возможность за 100 фунтов или за 100 долларов купить сегодня уже получается, наверное, 40, 45 тысяч акций, да, или 40 тысяч акций. Если у меня где-нибудь возможность в каком-нибудь другом проекте, в которых я уже вложился, да, за такие венчурные, скажем так, дисконты вложиться и получить, да я бы уже это сделал. А почему мы это можем сделать? 8 правил частного инвестора. 10% платите себе, откладывайте от всех своих приходов и реинвестируйте, так как когда вы реинвестируете, вы увеличиваете свой пакет, инвестиционный портфель, да, так и когда у вас в инвестиционном портфеле будет не только Skyway, а будет криптовалюта, еще там какие-то, да, адресные проекты, у вас будет возможность даже инвестировать вот в эти ирландские проекты. Сергей Анатольевич сегодня сказал то, что в феврале он едет и хочет подписать чиновникам Самары, да, соответственно адресный проект, то есть доктор на адресный проект. Ребята, я хочу это сделать уже в январе, поэтому спасибо вам большое за то, что вы есть, я вас буду постоянно держать в курсе дела и как только у нас будет возможность, мы тем людям, которые нас поддерживают сегодня, дадим так называемое право первой брачной ночи, да, я это как-то слышал в одном из КВНов и поэтому хотел его использовать. Спасибо вам большое за то, что вы есть и знаете, пожалуйста, если мы не будем говорить, никто нас не услышит, а если мы говорим, значит, все больше и больше мы придут. И я благодарен тому человеку, а это моей маме, за то, что она донесла мне идею Скайвея и сегодня я нахожусь здесь, буду вещать и делиться своими эмоциями, да, своей информацией с вами и, ну, соответственно, Сергей Анатольевич это очень хороший тренер, коуч и вообще наставник по макроэкономическому прогнозу. Если я полтора года назад слушал бы Сергея Анатольевича Сибирякова так, как я слушаю его сегодня, ребята, я бы уже сегодня имел бы, ну, сотни тысяч однозначно. Так как на тот момент я еще трейдил в этом Форексе и на Форексе если бы, скажем так, я прислушался к мнению Сергея Анатольевича, я бы, наверное, уже сегодня вложил бы сто процентов в нефть, а нефть идет вниз, соответственно, я бы уже был бы, ну, может быть, не миллионером, пару сотен тысяч, наверное, уже поднял. Поэтому слушаем Сергея Анатольевича, он действительно говорит серьезные вещи. А вам большое спасибо и в скором времени будем опять с вами. Сергей Анатольевич? Так, что у нас комната сегодня притормаживает. Спасибо, Арманд. Ну, я считаю, что, друзья, такие выступления и вообще такая работа, она просто вносит новую такую струю и Арманд все чаще и чаще будет появляться. И я думаю, что придет то время, я уже говорил, что когда они с Алексеем Суходовым будут вести, а мне уже, так сказать, вообще рядом с ними будет появляться даже несколько неудобно, потому что такого уровня и доведения информации, и такого уровня профессионализма, конечно, оно, это говорит о том, что ребята растут очень серьезно, очень талантливые, и я могу сказать, что та работа, которая проделана эти два года, вот год сейчас, вот я смотрю, вот многие наши сейчас спикеры, многие наши директора, просто как выступают, как ведут диалог, как ведут информацию, это, конечно, очень, ну и, друзья, конечно, работа, вот, Арманд, вот сейчас ту работу, которую проделал, ну, он, конечно, интересно поставил так вопрос, что я в феврале, опять же, это, друзья, абсолютно случайно, у меня в понедельник, в прошлое только позвонили, даже не в понедельник, а во вторник позвонили, что в четверг ждет мэр, и надо приехать, поговорить, презентовать, мы попутно собрали конференцию, там, человек на сто, наверное, в Самаре, и это, друзья, все ушло так несколько, ну, не то, что спонтанно, это подготовленная была работа, потому что, ребята, которые готовили эту встречу очень серьезно, и предварительно они провели там, ее готовили несколько месяцев, просто я не думал, что она будет назначена вот прям так, и так быстро, вот, и то, что мы договорились, и мэр очень быстро понял, оценил ситуацию, сказал, да, нам такая спортивная, экскурсионная трасса нужна, и с учетом, тем более, что вы, как инвестиционная группа, строите ее за свой счет, эксплуатируете за свой счет, естественно, что мы это будем делать за счет инвесторов, вот, поэтому, это очень обрадовало, очень хорошо стимулировало этот вопрос, но теперь, как Арман ставит вопрос, что я 8 января лечу, и подписываю договор, и уже запускаю проект, но мне остается только сказать, а я вот на следующей неделе встречаюсь с Полтавченко, и мы еще раньше подпишем, но это, друзья, конечно, шутка, вот, а по сути, она очень серьезно радует, что во многих местах, и мы сегодня даже не можем предположить, мы сами даже гадаем с точки зрения анализа и прогноза, где возникнет первый проект, и где мы начнем первое строительство, вот, конечно, хотелось бы, чтобы это началось одновременно, но, друзья, здесь я могу, признаете, что, друзья, не важно, где это начнет строиться, Арман сейчас в Ирландии, в Дублине, или в Лондоне, в скайп-парке, который мы обсуждали, или в парке Гагарина в Челябинске, где Алексей сейчас активнейшим образом проводит работу, или на набережной, на набережной Самары, на набережной Волги, или сегодня, вот, если ряд вопросов, мы прорабатываем, и в Красноярске, с красноярскими столбами, или сегодня, есть очень интереснейший проект, это недалеко от Благовещенска, и, ну, в общем, друзья, этих проектов, вот мы сейчас вводим их реестр, это около 50 проектов, которые сегодня, так, я не понял, так договор будет или нет, Руслан не понял вопрос, что по Австралии, тут сразу столько вопросов, что Руслан так возмущается, будет договор или нет, я не понял, и по Австралии, ну, друзья, по Австралии, я думаю, что на следующей, на этой еще неделе будут комментарии от компании, вот, хорошее задали, вопрос, сегодня, вот именно, вчера буквально пришла новость, сегодня ее публиковали, на информационных ресурсах компании, о том, что есть заключение крупнейшей компании консалтинговой Австралии, технологии Skyway, и это как раз, друзья, мы уже в чате видели, наверное, все поздравления Светлане, которая, именно ее, такой кропотливой работе, мы больше полгода работали с Родом Хуком, то есть, я проводил с ним первые встречи по Скайпу, вот, потом мы подключили к этой работе Виктора Бабурина, потом стали общаться уже с Анатолием Дуаровичем Юницким, и когда он приехал, и сам все это увидел, результат, видите, что такого рода специалист подключился, делает, и сегодня это уже выходит в конкретные проекты, и буквально весной Юницкий уже летит в Австралию для заключения контрактов и запуска определенных там вещей, и тут вот мне сейчас только задают вопрос, так что может случиться, что эти инвесторы закроют весь вход в корневую технологию, но я могу сказать, друзья, мы над этим работаем, и если это случится, то, как говорила моя бабушка, продолжает черед вот этих вот афоризмов, дай бог нам дожить до этих проблем, понимаете, то есть, значит, сразу весь с вами венчурный капитал, который сформирован, он, во-первых, сразу выходит в номинал, а во-вторых, мы только будем смотреть, как он дальше будет дорожать, и я могу сказать, что, друзья, у меня за 15 лет сформирован довольно-таки существенный актив, и я буду с удовольствием наблюдать, как он будет расти, и как он дальше будет выходить на рынок, и дальше будет пользоваться большим и большим спросом. Так, промокод, так, промокод, друзья, это самое, ну, я не знаю, там, Арманд, Николай, поставьте промокод, который, так сказать, это, вот, поэтому, после вот таких выступлений, и здесь, друзья, я могу сказать, что, я думаю, я даже не буду задавать этого вопроса, вопросники, чтобы у кого-то остались сомнения, или есть ли здесь люди, которые скептически относятся, и не хотят сегодня участвовать в проекте, это, друзья, уже, по-моему, становится таким риторическим вопросом, так же, как сегодня, я общаюсь, то есть, я уже анонсировал, что идет такой целый ряд репортажей сегодня по, так, известными людьми, вот, и здесь я могу сказать, что идет обсуждение по трем направлениям, первое, это гектар земли, и то, что инициировал Путин, для того, чтобы мы могли получить на Дальнем Востоке земля, которая должна быть вовлечена в инвестиционный оборот, первое, хотите, нет, естественно, все отвечают, не думал, даже не знаю, второе, это, знаете ли вы, технологии, которые сегодня запускает, делает, и она может сделать сегодня эту землю золотой, и третье, это адресный проект, который запускается в городе, и, соответственно, он показывает, что этот проект будет запущен еще в 2016 году, соответственно, это показывает реализуемость этой технологии, соответственно, это говорит о реализуемости технологии, которая сделает ваш гектар золотым, и третий вопрос, это вы сегодня имеете возможность получить очень серьезную именно инвестицию от компании, именно то, что вы будете совладелиться интеллектуальной собственности, только за то, что вы поддержите и зарегистрируетесь в этом проекте, а будете вы дальше увеличивать свой пакет и претендовать на большую венчурную премию, зависит от вас, зависит от ваших знаний, зависит от вашей информации, от вашей эрудированности, от вашей, соответственно, интуиции, которую вы можете сегодня проявлять, но те небольшие объемы инвестиций, которые предлагаются вам сегодня в поддержку проекта, в общей сумме сегодня, друзья, это очень серьезная работа, я могу сказать, что вот то, что проделано за последние два месяца, это вот эти рассрочки, когда вы подписались и фактически взяли на себя обязательства каждый месяц инвестировать, я могу, друзья, чтобы вы понимали, что это такое, это стопроцентная гарантия, что через 10 месяцев будет продемонстрирована технология, будет продемонстрирован подвижной состав и будет продемонстрировано, друзья, то, что эта технология будет реализована, реализована, и в подтверждение этого, друзья, я могу сказать, прям буквально перед вебинаром, мне Виктор Бабурин скинул ссылку на новый репортаж, который пришел с компании, когда Юницкий презентовал новый подвижной состав, так вот, друзья, я вам могу сказать свое мнение, я знаком с Юницким 15 лет, из так глубоко в технологии, как разбираюсь я, наверное, не очень много специалистов, которые понимают инженерный смысл, которые понимают новизну и которые понимают ценность, но я могу сказать, тот репортаж и тот ролик, который пришел сейчас, буквально вот прям перед вебинаром и во время вебинара распространяется, я могу сказать, друзья, он удивил даже меня, и я сейчас, Николай, вот я сейчас скину тебе то, что мне прислал Виктор Бабурин, и прям по окончанию я прошу, друзья, поставь тогда этот репортаж, мы хотели несколько другой поставить, но я думаю, что надо поставить этот ролик, и здесь я могу сказать, друзья, вот моя вам рекомендация, досмотрите, посмотрите, и с точки зрения инженерной вы получите истинное удовольствие. Для тех, кто не понимает, это, друзья, ни о чем не говорит, но с точки зрения анализа, новизны, то, что вы увидите, и сейчас, друзья, я почему это увязываю с тем, что есть вот эта программа срочки и фиксирование дисконта, а дисконт, вы же понимаете, это венчурная премия, которая гарантирует вам доход при реализации компании, так вот, сейчас есть стопроцентная гарантия о том, что именно на эти задачи финансирования хватит. И я почему говорю стопроцентная гарантия, потому что, друзья, те, кто подписались и делают, это уже гарантированный объем инвестирования, который будет направлен на строительство этих демонстрационных участков, и этих денег хватит для того, чтобы запустить. Но при этом, друзья, мы должны только так, ролик, это, вы скинули эту ссылку, сейчас вот, Николай, этот ролик в конце, да, пора раскрывать секреты, круто, друзья, я могу сказать, что вот мы с Виктором переписываемся, Бабурин, он сказал, я увидел, даже он не ожидал и не видел очень многие вещи, которые-то, я могу сказать, что Юницкий умеет удивлять, и я вам могу сказать, что когда некоторые решения, я его видел, я могу сказать, друзья, это действительно очень серьезные, глубокие проработки, и я видел ряд чертежей, которые очень дорогого стоят, и которые действительно меняют жизнь каждого из нас. И по мере того, как идет работа, как раскрываются эти частично ноу-хау, а частично уже сама концепция, я могу сказать, друзья, сегодня отмахнуться от этого, что это пустой, или идет имитация деятельности, или идет имитация работы, а инвестиции сегодня уходят для каких-то других целей, я могу сказать, что, друзья, вот ролик, который мы показали, демонстрация модели один к десяти, ролик, который сейчас идет, именно эти репортажи, который так блестяще ведет Михаил Кириченко, я могу сказать, что это, и мы еще будем потом претендовать на Оскара и на пальмовую ветвь за именно доведение информации о Скайвее, это все, друзья, будет нас ожидать по мере того, как будет развиваться проект, но я могу сказать, это впечатляет, и даже меня после стольки лет, когда, казалось бы, меня трудно уже чем-то удивить в Скайвее, но, тем не менее, постоянно продолжает Анатолий Доварович удивлять, и в этом как раз и есть залог той работы, это тот Леонардо да Винчи, который сегодня создает новую технологию, а мы, друзья, уже как из тех репортажей, которые мы делали, мы вместе, друзья, создали систему, которая работает, и сейчас уже, вы тоже поверьте, насколько мне интереснее об этом говорить, что мы сделали, потому что год назад, когда мы сидели здесь на вебинарах, перед Новым годом, начало 2015 года, мы с вами говорили, что мы создали конструкторское бюро, которое в мае заработало, мы будем за этот год, я вам рассказывал, что будет за этот год, мы построим первые образцы, мы сделаем модели, мы сделаем то, мы начнем строительство, и это, друзья, всегда звучало, но почему мы вынуждены были это говорить, а не только показывать по факту, потому что мы с вами работаем в краудинвестинге, мы работаем целевым финансированием, и мы показываем цели и задачи, куда мы декларируем направить деньги, и дальше мы даем отчет о том, куда они потрачены, и какая работа проделана, другого, друзья, у нас просто нет. И мы, естественно, хотелось бы, друзья, показывать и говорить, ребята, вот сделано, вот уже но, мы пока не имеем такой роскоши, не имеем такой работы. Вот мы только что с Арманом говорили перед вебинаром, он говорил, конечно, хорошо было бы съездить в Ирландию, подписать все договора, приехать, а потом рассказывать, вот, друзья, что мы сделали, но сейчас у нас для того, чтобы мы показывали, как развивается проект, мы с вами вынуждены говорить о том, что мы договорились, мы едем, мы будем то обсуждать, а потом, когда вернемся, будем говорить по результатам. То же самое весь этот год, мы говорили, мы будем строить первую анкерную опору, мы будем строить первый подвижной состав, мы будем сегодня создавать первую автоматизированную систему, которая покажет, а сейчас, друзья, приходит это время, и поверьте мне, который год говорит о том, что мы будем делать сегодня, когда мы говорим, друзья, а вот сделано, а вот мы можем показать, насколько это совсем другая аргументация, насколько это по-другому действует на людей. И я могу сказать, насколько, друзья, это приятнее, эту информацию доводить. Поэтому сейчас я могу сказать, что вот с теми, с той доказательной базой, которая сегодня создается, и вот вопросы задаются, а будет ли закрыт вход в корневую технологию прихода крупных инвесторов, крупных заказчиков, да, друзья, мы для этого и работаем с вами, чтобы создать всю доказательную базу, куда придут инвесторы, куда придут крупные уже институциональные структуры и банки, которые будут заказывать, делать, платить, и мы свою работу, друзья, на этом этапе сделаем. И мы точно можем сказать, только благодаря нам, только благодаря этой работе, что там 100, 200, потом 500, потом миллион человек, которые сегодня работают, они запустили и сделали этот проект. И они по праву будут задавать вопросы, что все миллионы, вот тот миллион человек, которые войдут и купят, будут миллионерами, да, друзья, что в этом такого, или что в этом плохого. Я считаю, что абсолютно они этого достойны, и тот, кто вошел год назад, кто вошел полгода назад, кто сегодня подключается, поддерживает проект, они, друзья, достойны того, чтобы получать такое вознаграждение, потому что сегодня риски еще никто не снимал. Проект не перешел еще в разряд венчурных, потому что, ну, вы знаете, что произошло в Литве, когда неадекватные премьеры, президент начинает работать против проекта. Мы не знаем, что может произойти завтра, когда при поддержке президента Медведева уничтожаются, соответственно, полигон, который строился до этого и эксплуатировался с научной точки зрения 10 лет. Поэтому, мы этих рисков, этих факторов не исключаем. Поэтому сегодня выбрали самую, на наш взгляд, надежную платформу в Европе, Беларуси, при всей, казалось бы, неоднозначном отношении к президенту Лукашенко. Но на сегодняшний момент это адекватнейшая поддержка, это адекватнейшее восприятие проекта. Поэтому мы сегодня искаем проекты и одновременно в Индии, куда Алексей улетел, и в Таиланде, где Андрей Хавратов работает, и в Европе, где работает Алексей, и в Казахстане, и в Киргизии, где сегодня, и вчера был Виктор Собор и договорился, встречался с министрами. Тоже колоссальнейшие интересные работы. Я очень рад, что Виктор Собор подключился и работает в нашей команде. Это тоже крайне профессиональный и талантливый человек. И я могу сказать, что мы сегодня запускаем абсолютно в разных регионах, абсолютно в разных юрисдикциях. И эти проекты, которые пойдут одновременно, они все будут именно обеспечивать устойчивость проекта. И нам не важно, где будет первый проект, потом они пойдут везде. И наша задача, и как говорил Юницкий в своих обращениях всегда, эта технология нужна всем. И мы сегодня, друзья, это делаем. Нам есть что показать, нам есть чем отчитаться, нам есть что показать нашим и оппонентам, и нашим сторонникам. И сегодня, друзья, после Нового года будет запущена еще одна очень серьезная, такая мощная программа, которая будет сводить все воедино. Мы говорим, друзья, президент Путин вам сегодня дает землю на Дальнем Востоке. Инженер Юницкий создает технологию, которая уже готова, которая сделает эту землю золотой. Вы можете и получить землю, и получить часть интеллектуальной собственности, которая будет стимулировать вашу работу в проекте. А через транснет-группы, через потребительское общество Евразия мы запускаем еще и адресные целевые программы, которые будут еще в 2016 году показывать о том, что технология реализуемая. И это, друзья, то, что мы делаем, и это итог нашей работы. Все это стало благодаря тому, что мы с вами сделали. Я задаю вопрос. Могли бы мы Роду Хуту показать без того, что мы сделали анкерные опоры, без того, что мы сегодня создаем подвижной состав, если бы мы не отработали этот год, если бы мы не собрали такое количество сторонников проекта, не сконцентрировали инвестиции, Анатур Эдуардович не собрал конструкторское бюро, и мы не создали то, что сегодня есть. Почему я говорю мы? Потому что каждый из вас причастен к этому проекту. И благодаря этому Род Хук увидел, сделал, и сегодня идет мощнейшая работа, которая приведет к результату. И опять же появилось это потому, что наши активисты, наши друзья в Австралии и Светлане большое за это спасибо, которое нашла, убедила, подключила, и Род Хук очень долго изучал, смотрел, потом приехал, и сегодня это активная работа. Точно так же другим нашим ребятам, которые привели в наш проект Сергея Анатольевича Гришина, это бывший замминистра, который сегодня возглавляет крупнейшую транспортную компанию. Опять же, мы с ним ездили в конструкторское бюро, и если бы не было чего показать, что бы мы обсуждали. И также сегодня после Нового года готовится очень серьезная поездка Алексея, мы тоже ее готовили не один месяц, крупнейший венчурный фонд Франции, я почему там бесполезно, потому что я ни слова не знаю по-французски, по-английски это три еле-еле. Алексей в совершенстве владеет французским языком, очень свободно говорит по-английски, поэтому он будет вести переговоры с крупнейшим фондом, который готов входить именно в проект по Скайпарку для того, чтобы участвовать во всех венчурных проектах. Опять же, друзья, вы сейчас увидите репортаж, и я могу сказать, что бы эти переговоры стоили, если бы не было того, что мы с вами сделали. И с каждым шагом, с каждым, что мы с вами делаем, эта доказательная база только увеличивается. И здесь как раз, друзья, почему я говорю абсолютно точно, что в мае месяце у нас будет миллион. Потому что после переговоров и конференции в Самаре, потом в Казани, вот сейчас мы готовим конференцию в Челябинске, в Москве, сразу после Нового года, потом в Санкт-Петербурге. Друзья, на вопрос, когда хотите ли вы получить землю на Дальнем Востоке, которая будет самой дорогой землей на Евразийском континенте, хотите ли вы сегодня получить пакет акций, который будет исчисляться сотнями тысяч долларов или там евразийских рублей за то, что вы войдете в проект, хотите ли вы увидеть еще в этом году технологию, которая избавит ваш город от пробок и решит всю проблему с транспортом на ближайшие 10-20 лет, и вы это можете увидеть и участвовать в этом. А еще хотите ли вы стать совладельцами этой технологии, так вот, друзья, ни одного человека не видел, который сказал бы нет. Поэтому другое дело, мы не верим, Путин не даст, Юницкий не построит, друзья, кто вам мешает заявиться, получить, это как с ваучером Чубайса в начале 90-х, помните, верили вы в приватизацию, не верили, но когда вы получили ваучер, кто-то пошел его продал за бутылку водки, кто-то его положил, как моя мама, и он до сих пор лежит в шкафу, а кто-то поменял его на акции Норильского никеля, на акции Газпрома, и сегодня с этого очень серьезные дивиденды. Это говорит, друзья, о чем? У нас не было информации, у нас не было знаний о том, куда и как инвестировать. Сегодня, как Арман приводил пример, Арман приводит вообще классические, классные примеры, когда говорит, было тысячу фунтов, инвестируй, сегодня это миллион. А как он пример приводил, когда он познакомился с одной семьей, прапрадеду, которому выдали зарплату за неделю работы в подземке акциями лондонской подземки. Сегодня это позволяет всей семье не работать, потому что это крупнейшее предприятие в Лондоне с оборотом 94 миллиарда фунтов, и, соответственно, этих дивидендов вполне достаточно. Так вот, друзья, я могу сказать, что давайте по итогам и по планам года это следующий вебинар, у нас 30 число, я считаю, что хорошее время для того, чтобы подвести итоги, наметить, что нас ожидает в будущем, и, соответственно, готовиться к очень большой и серьезной работе, потому что нам нет времени раскачиваться, нам нет времени ожидать. И еще один, друзья, сейчас очень серьезный вопрос, который я подниму, это по поводу тех платежей, которые будут на этой неделе, вы можете делать, ну, или там, предполагаете сделать, или ваши друзья, компании, структуры, которых вы сегодня делаете. Очень большая просьба. На сегодняшний момент есть перебои с платежной системой и в компании, и в головной, и у нас. Поэтому есть предложение платить напрямую на Белоруссию, сразу на компании, чтобы они попадали напрямую, через банки, через выставление счетов. И в личном кабинете есть все инструкции, как это сделать, поэтому большая просьба, друзья, сегодня воспользоваться этой возможностью и поддержать компанию, напрямую заплатить, и осуществить те платежи, которые сегодня мы взяли на себя, обязательства делать каждый месяц для того, чтобы выполнять обязательства по тем рассрочкам, которые есть, и, соответственно, поддерживать и в графике держать финансирование компаний, которые сегодня необходимы для того, чтобы выполнить те планы, которые мы наметили. А здесь я скажу, друзья, при выполнении этих планов мы с вами все увидим от этого результат. Мы все с вами ощутим себя пассажирами того экономического ковчега, который мы с вами, с друзьями задаем. И я думаю, что уже ни у кого нет сомнений по поводу того, что в начале года мы говорили «Строй, скайвей, спасай Россию» это был сначала лозунг, а сегодня это уже единственное необходимое направление работы. Ну а так, как Михаил Кириченко говорит «Строй, скайвей, спасай планету», я думаю, что мурашки по коже бегут не только у меня и не только у сторонников проекта, но уже и у противников, а сегодня я могу сказать уже и завистников, потому что возникает целая когорта людей, которые работают против проекта, которых сегодня очень сильно задевает то, что проект развивается и выходит на новые горизонты. Поэтому, друзья, в 2016 году мы увидим и большое развитие проекта, мы год называем скайвеем, но и большое противостояние, потому что наши недруги, наши оппоненты, наши завистники тоже, к сожалению, друзья, активизируются, но без этого куда деваться сильно серьезная игра, которую мы делаем и сильно серьезные люди, которые сегодня и включаются за, и, к сожалению, включаются против. Но это, друзья, ничего страшного в этом нету. Я думаю, что вместе мы как раз объединившись, и я всегда приводил пример и на конференциях, и сейчас могу сказать, что когда уничтожали наш полигон в 2009 году, мы могли противопоставить только небольшую кучку и ищи единомышленников, которые объединились вокруг Юницкого. Сегодня, когда 200 тысяч, когда будет первый миллион, это, друзья, уже не просто так отмахнуться и забыть. Это как раз и в разговоре с мэром Самары он сказал, а что, у вас правда будет 200 тысяч человек? Я говорю, абсолютно правда. Он говорит, слушай, ну, тогда о чем разговор? Так вот, друзья, когда у нас будет миллион, а потом пять, уже просто так отмахнуться, знать нельзя. Поэтому строй Skyway спасай планету это действительно очень важный, благородный. И я думаю, что вы не пожалеете о том, что сами пришли в проект и то, что за вами придут в этот проект. И я думаю, что нам будет чем еще гордиться и рассказывать детям, внукам, чем мы с вами занимаемся. Ну вот, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Поэтому сейчас, Николай, давай тогда запустим вот этот ролик. Я всем рекомендую, потому что вы его никто еще не видели. И, соответственно, дальше сами из этого делаете вывод. Впечатляет или аргументирует вас такого рода информация, или она ничего не значит. Так, друзья, так, Николай, запустим мы этот ролик, как получится. Как землей для Израиля. Так, друзья, по земле давайте еще будет вебинар в понедельник. Я обязательно по ПО, по земле еще там сделаю аргументацию. Мы об этом много еще будем говорить. время есть, потому что закон вступает с 1 мая и соответственно это будет. С 1 января до 1 мая у нас есть репет. Слово Михаила Кириченко. Я могу сказать, что это будет кумир целого поколения. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному обещанию мы держим вас в курсе всех ключевых событий, которые происходят в жизни нашей организации. Совсем недавно мы вместе с вами посетили опытно-экспериментальный отдел, центр модельно-макетной работы нашей организации и получили достаточно подробную информацию о его работе. Тем не менее, пару каких-то странных конструкций в натуральную величину в центре данного подразделения вызвали бурю вопросов, обсуждений, недоумений и, не побоюсь этого слова, инсинуаций. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, мы посетили Анатолия Эдуардовича Юнистского, создателя струнной технологии Skyway. И кое-что из услышанного поразило даже наше воображение. Те объекты, походившие очертаниями на Юнибус, которые мы видели в нашем опытном экспериментальном отделе и вызвавшие столько вопросов, заставили нас всех вспомнить, а как же, собственно говоря, выглядит подвижной состав Skyway? Нам хорошо знаком облик высокоскоростного грузового струнного транспорта, но здесь явно не то. Увиденное нами больше всего напоминает городской пассажирский Юнибус, но слишком маленький. Ответ может быть только один. Перед нами образец не общественного, но личного транспортного средства. Добрый день, Анатолий Эдуардович. После выпуска новостей об испытаниях подвижного состава и новой путевой структуры для навесного транспорта интернет полон догадок, обсуждений, измышлений, а также всяческих инсинуаций по поводу задрапированных конструкций, которые явно больше, чем один к десяти из демонстрировавшихся ранее. Чтобы положить конец всем этим домыслам, могли бы вы хоть чуть-чуть приоткрыть завесу таинственности на тем, что же там все-таки испытывается? Ну, там мы испытываем, изучаем эргономику салона пассажирского, городского транспортного средства юнибуса и личного, частного, высокоскоростного юнибуса. Получается, что сложившиеся, ну, по крайней мере, у меня до сих пор мнения, и у многих других, я знаю, что Skyway, здесь трудные технологии, в основном это общественный транспорт не соответствует действительности? Ну, это не совсем так, это просто мнение и впечатление некоторых людей, которые недостаточно информированы, так скажем. Если вспомнить историю, почему, как вы думаете, почему автомобильный транспорт победил в железнодорожном? Ну, так сказать, из контекста я уже могу догадаться, в силу того, что каждый человек получил возможность стать владельцем транспортного средства. Да, и это одно, и второе, что дорога подошла к каждому дому, от двери до двери, да? Ну да. Жизнь дороги так не может. Поэтому, когда я сам инженер путей сообщения, я проектировал струнный транспорт, сейчас по называемому Скалы, то, естественно, понимал, что основной пользователь будет просто человек, семья. И Форд правильно когда-то сделал выбор, сделать семейный автомобиль, недорогой, да, качественный, чтобы каждая семья могла позволить себе его приобрести. И он, по-моему, выиграл, да? Да. Хотя многие с ним спорили и даже подавали на него в суды, его же акционеры, потому что он якобы ведет себе неправильную политику, потому что вместо того, чтобы продавать там по 10 тысяч долларов автомобиль, а он их там по 500 долларов, да, чтобы каждый купил. А расчет простой показывает, что если бы он делал по 10 тысяч долларов автомобиль и продал бы 100 штук, ну, миллион бы заработать. А если бы 500 продавать и продавать миллион, то заработать можно 500 миллионов долларов. То есть экономика понятна, абсолютно другая, да? Понятно. но когда личный семейный транспорт, то к нему более высокие требования, в том числе по эффективности, ведь мы знаем, насколько неэффективен легковой автомобиль. Его сейчас все ругают, да? Загазованность, смог, пробки, да? Высокая себестоимость проезда, большой расход топлива, переводя на транспортную работу, это недостатки автомобиля. И вот эта массовая автомобилизация, которая произошла за сто лет, ну, привела фактически, вот если взять мегаполисы, к коллапсу народов, мегаполисов, так? Ясно, что надо с этой ситуацией выходить. И транспорт должен быть другим, но он тоже должен быть личным и частным, в том числе. Только что мы убедились в справедливости своих догадок, получив подтверждение того факта, что инибусы могут быть не только общественным, но и персональным транспортным средством, как и автомобиль, поэтому абсолютно оправданным сделано недавно их сравнение с Бугатти и Теслой. Сегодня Skyway намного дружелюбнее к окружающей среде, а также безопаснее любого существующего и перспективного транспортного средства. Автоматизированное управление всей транспортной инфраструктурой устраняет человеческий фактор, являющийся самым слабым звеном в безопасности даже самых совершенных транспортных средств современностей. Рельсо-струнная путевая структура в сочетании с противосходной системой и машинным зрением делают столкновение с каким-либо препятствием практически невозможным. Tesla Motors компания стартапа производства электромобилей на главной странице своего официального сайта заявляет, что автомобиль Tesla S самый безопасный в Америке. Однако не так давно произошло событие, которое заставило миру сомниться в этих словах. В результате наезда належавшей на дороге кусок металла произошло возгорание электрокара Tesla Model S. Вследствие этого пожара акции Tesla Motors упали на 2 миллиарда 400 миллионов долларов. КОНЕЦ Поразительно, насколько далеко продвинулись разработки Unibus. А сколько же будет стоить личный Unibus? О его техобслуживании? Я хочу еще тут даже кое-какие расчеты сделать, привести цифры. Интересно. Да, и как раз сравнение в частности с Bugatti. Дело в том, что для того, чтобы транспорт был эффективным, а мы живем на планете где есть атмосфера, и при большой скорости движения, это 300, 400, 500 в час основная работа, основные затраты энергии уходят на преодоление аэродинамического сопротивления. 90-95% энергии уходит именно на это. Поэтому аэродинамика есть самое главное. Аэродинамика, а не что-то другое. И в предыдущие годы я вообще занимаюсь продувками Unibus в аэродинамической трубе с 1994 года уже больше 20 лет. Мне удалось улучшить аэродинамику за предыдущие годы где-то лет 15 до 0,075 CX. У Bugatti CX это коэффициент аэродинамического сопротивления 0,38. То есть в 5 раз лучше, чем у Bugatti. Поэтому если Bugatti допустим тратит на аэродинамику при тех же размерах 1000 лошадиных сил, то у нас надо 200 лошадиных я тогда говорю, что мне удастся улучшить аэродинамику до 0,05 CX 0,05 и казалось бы ну какая разница 38 CX 0,075 а сейчас еще оказывается можно 0,05 полтора раза еще улучшить. Я перевел эти цифры аэродинамику в деньги в деньги в экологию сейчас он заводит эти цифры. Значит мы CX улучшили на 0,05 и простые расчеты показывают, что мощность аэродинамического сопротивления при этом уменьшится на 67 киловатт. Где очень плотность воздуха скорость она в кубе в формуле расчета сопротивления аэродинамического и учитывается CX и учитывается площадь поперечного сечения мидель и в том числе еще учитывается коэффициент который переводит мощность на колесе должна быть не на двигателе а на колесе потому что надо еще через редуктор там будут потери с учетом этих потерь 67 киловатт. И если персональный семейный юнибус ну будет работать сутки только 2 часа а 22 часа будут в гараже стоять ну как обычный легковый автомобиль то за год это сэкономит эти 67 киловатт мощности привода 12200 килограмм топлива или 15 тысяч литров стоимостью среднемировая стоимость 15 тысяч долларов вот это мелочь да это для одного ну для хозяина юнибус для семьи допустим если в мире будет 100 миллионов личных юнибусов то есть один юнибус на 70 человек ну это нечем да то годовая экономия топлива составит полтора миллиарда тонн стоимостью полтора триллиона долларов а если будет один миллиард личных юнибусов как сегодня легковых автомобилей то годовая экономия топлива составит 15 миллиардов тонн стоимостью 15 триллионов долларов для сравнения сегодня в мире добывается всего лишь 5 миллиардов тонн нефти вот циферка впечатляет да так это одна из характеристик вот этого семейного юнибуса он не личный скорее это на семью потому что мы делаем вместимость где-то от 4 до 6 пассажиров с большим салоном достаточно там просторнее чем в легковом автомобиле с большим багажным отсеком со спальными местами именно такие накрытые чем-то в мастерской да но тем не менее это минимизировано в размерах естественно так если поэтому там нет больших габаритов потому что тогда можно двигатель увеличивать но тем не менее там очень высокий комфорт вот так где-то на 7 тысяч человек если надо там на большие расстояния то возможно установка туалета на мал расстояние в легковых автомобилях нет туалета можно без них обойтись то есть это тоже предусмотрено значит автоматическую систему управления безопасности противосходная система юнипус будет двигаться над землей поэтому не будет эффекта экрана вот сейчас модно там опять возрождение экрана лётов экрана планов потому что это более эффективно на самом деле экран ухудшает аэродинамику примерно в два раза высокоскоростную поэтому у нас нет экрана а есть движение по двум рельсам узким поэтому только вот это улучшает аэродинамику в два раза уменьшает мощность двигателя в два раза поэтому высокоскоростной юнипус у нас будет иметь мощность ну меньшую чем сегодня в среднем великовом автомобиле хотя у него будет скорость 450 км в час тоже Бугатти который я упоминал что получить скорость 430 км в час имеет мощность двигателя 1700 лошадиных а теперь представьте что вы будете иметь личное транспортное средство ну аналог самолета по скоростям да и другим вещам и вы удивитесь я скажу что это будет стоить для вас не более тысячи долларов почему потому что даже здесь концепция несколько иная чем у автомобиля ведь смотрите автомобиль стоит в гараже и стоит все и салон в котором вы едете и двигатель стоит и колеса стоит и рама стоит так же все это стоит а когда вы едете все уже движется все нужно а вот в гараже вообще колеса нужны двигатель нужен а вот представьте что у вас будет салон только где для человека для семьи А ходовая часть вы арендуете, вы арендуете на время поездки И в гараже стоит ваш салон А это когда нужно приезжать, пристыковываться и выезжать на линию И путешествовать столько, сколько нужно И оно приезжает технически обслуженное в идеальном состоянии Конечно, вам не надо думать ни о чем И стоимость их обслуживания Да, фактически тогда транспортное средство это только салон Все остальное вы берете в пользу Причем гарантированного качества Да, так вот, там то, что вы видели Вот как раз эта часть, без носового отсека, без хвостового отсека, без двигателя Вот эргономическая часть, где находится человек, семья Когда уже это будет готово, когда мы сможем это посмотреть? Нет, мы раньше, чем на линии, мы это не покажем У нас есть конкуренты, очень серьезные конкуренты Глупо, даже безумие показывают раньше времени Говорить об этом можно Создавать некую интригу Рассказывать надо быть идиотом, чтобы на ухо раскрывать Идите в Боинг, расскажи, пусть они расскажут про новый самолет Идите в Мерседес, скажите, покажите, вы там новую модель делаете Ну-ка я хочу у вас ее купить, расскажите Вы знаете, куда пошлют? Далеко-далеко А когда она сможет быть? Быть не посланными? А не посланными, когда в 2017 году, когда мы будем тестировать высокоскоростную трассу Куда выйдет высокоскоростной личный, семейный, персональный Юнибус Тогда можно увидеть, потому что там все другое Даже вот то, что я сказал, ну согласитесь, что другое И внешний вид совершенно неожиданный, он другой Мы только что выяснили, что в новом транспортно-инфраструктурном укладе Стоить персональный Юнибус будет всего лишь одну тысячу долларов А его техобслуживание вообще будет бесплатным С чем это можно сравнить? Представьте, что вы ежедневно ездите на своей машине А обслуживает и ремонтирует ее соседний автобусный парк Причем за свой счет Даже если с Юнибусом что-то случится в пути Вам это не будет стоить нисколько Ибо вашей вины в этом не будет За управление и не только будет отвечать автоматизированная система Мы сегодня вместе с вами узнали очень много нового для себя о проекте Skyway Много нового и действительно поражающего воображения Глубиной и многообразием этого проекта Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube Следите за обновлением новостей на официальном сайте группы компании По адресу rsvdfsystems.com Присоединяйтесь к нам Наполняйте свою жизнь новым поражающим воображением содержанием Строй Skyway Спасай планету Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам